Всем привет дорогие друзья! Продолжим исследовать нашу планету. Я кстати думал, как ее назвать. У меня пока нет абсолютно никакой четкой политики о том, как я буду называть те планеты и галактики, которые я буду находить. Ну, может быть, первая планета, первая галактика. Пусть, раз уж у нас такая суровая планета, такая true, true hardcore, только для суровых мужиков. Ну, не только мужиков, ладно, хорошо, и суровых баб. Хотя здесь нет баб, здесь только мужики. Не подумайте, плохо. Такая true, 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 true hardcore. Север. Пусть, я, наверное, назову эту планету Сибирь. Вот, вот прям вот так вот, да. А галактику, наверное, назову СССР. Не знаю, у меня почему-то, у меня нет пока других идей абсолютно. Видите, здесь за то, что мы загружаем на сервер, то, что мы находим, это вот, видите, красное, то, что еще не загружено, то есть не существует на сервере, нам за это платят деньги. То есть быть исследователем очень круто. Я, кстати, открыл новые животные. Посмотрите, какая хрень вообще, жесть, да. И вот, да, если я загружу, я получу 2000 юнитов, да. Чтобы, если я, вот, найду все точки маршрута и всех животных на планете, я получу за это 175 тысяч денег. Много это или мало, я не знаю, потому что я не видел еще магазинов. Но я могу вам сказать, что, например, в дополнительных материалах, а это, я нашел, наконец-таки, то, что дается по предзаказу. По предзаказу мы получаем корабль Альфа-Вектор и 10 тысяч юнитов. И там говорилось, что это достаточно для старта. Ну, тут я за одного животного получаю 2000, поэтому я тут понять не могу, то ли они перекрутили цены к тому времени, как игра вышла и забыли, что, как бы, за предзаказ давали 10 тысяч, либо 10 тысяч, это, ну, вообще ничего не значащая сумма. Что-то я, конечно, понять не могу, ну, окей. Пусть будет так. Так, я потом за кадром обозву, обзову планету, галактику, животных, все, что мне захочется, и покажу уже, когда будет сделано. Но это будет не в этой серии. В этой серии я, прежде чем взлететь в космос, хочу еще помаяться исследованиями на этой планете. Хочу посмотреть, что такое монолиты, что такое заводы, что такое убежище, что такое трансляции. Я все это хочу, короче, увидеть своими глазами, прежде чем я свалю отсюда. Нет, конечно же, если я свалю отсюда, не значит, что я сюда не вернусь потом, но все-таки. Все-таки вот это мне хочется сделать, и, как я уже говорил, у нас будет очень неторопливое путешествие. Я вообще подозреваю, что если я найду планету, которая мне нравится, я на ней зависну и не буду вообще никуда путешествовать. Это хорошо, что они пока еще не добавили сюда возможность строить базы и всякие здания здесь, как они и обещают. Ну, говорят, что это слухи, но обещают. В общем, да. Давайте, знаете, попробуем сделать какой-нибудь апгрейд на наш расщепитель. Мне интересно, как это будет. Смотрите, я сделал апгрейд, и он занял ячейку, то есть он не улучшил наш основной расщепитель, он занял дополнительную ячейку в инвентаре. Вот же ж, зараза. Как можно работать в таких условиях? Ой, еще это мы сквозь тяну поплыли. Так, ладно. У меня тут плутония на какое-то время хватит. Полностью заряженный звездолет. Поэтому можем немножечко полетать. Так. Где наш звездолет? Что у нас тут летает? Нас тут вечно стражей следуют. Но пока что мы не сделали ничего такого, что... О, кстати, это птица? Птица? Это же птица, да? Ну, а можно... Как-то... Как-то вас, ребята, засканировать. Я же... Следователь, мать вашу. И как тебя можно засканировать, если ты летаешь, а? Нормально вообще. Не, ну, может быть, она уже добавилась? Да, что-то непонятное. Или, может быть, надо взбить, тогда трупик исследовать, препарировать. Так сказать. А может, она уже добавилась? Нет, не добавилась. Ну, что-то я не понял, короче, как... Как-то захватывать летающих... Летающие объекты. Либо мне нужно просто... Другой апгрейд сканера. Чёрт его поймёт, короче, что мне тут нужно. Ещё какая-то хрень бегает. Нет. Я, по-моему, это уже изведано, да? Нет. Чё-то мне он не нравится. Травоядный, покорный. Восьмой корабль прошёл. Нормально вообще? На этой планете они какие-то все похожие, кстати. Очень похожие. Размеры разные. И там есть врага, нет врагов. Ну, ладно. Окей. Куда полетим в первую очередь? Наверное... Давайте слетаем на завод, может быть. Один старт ускорителя требует от нас 25% зарядки нашего плутония. Такая вот жесть. Так, интересно, а он в землю врежется, либо... А, он, походу, держит какую-то дистанцию над землёй. То есть, врезаться, в принципе, не получится. Но... Блин, а что это такое? Это же какое-то строение, да? И оно даже никак не обозначено на карте. А давайте сядем, посмотрим, что это. Это, кстати, интересно. Что это за здание, которое никак не отображается... ...ни сканером... ...знак вопроса. О! Тут плутоний. Плутоний надо собрать. Не то, чтобы это редкий минерал, но... ...системы жизнеобеспечнее. Ну, просто мы его расходуем в таких количествах, что... Ну, сейчас увидите сами. ...опасная ночная температура. Видите, у меня, допустим, 102 из 250 плутония. А сейчас мы идём и заряжаем наш стартер. Технология заряжена. И сколько у нас осталось? 50. 50 плутониев мы потратили на один старт. То есть, чтобы корабль просто оторвался от земли. Ну, не могу сказать, что это круто. Вообще, если честно, хочется какие-то более большие карманы. Чтобы один раз набить их всякими ништяками. А потом не отвлекаться на сбор. И просто исследовать, летать, путешествовать. Это же, ну, то, про что игра. А сейчас мы два шага сделали. Остановились, чтобы, не знаю, подзарядить всё. Потому что разряжается абсолютно всё. Костюм разряжается. Расщепитель разряжается. Корабль. А так вообще. Сталь усиленная. Уничтожить. Ага. Я правильно понимаю, что нам здесь не рады. И... Варианты, типа... Вот, милишка. Варианты, типа, хакнуть или постучаться. Температурная защита. Ставитель. Не работают, да? Не, ну, можно, конечно, выломать дверь. Единственное, я пока, наверное, не хочу так начинать своё знакомство с расами местными. Хотелось бы как-то, ну... Как-то... Попробовать по-хорошему, наверное. Так. Это у нас новое место, да? Угу. Новое местечко. Ну, ладно. Да, интересно. Ну, ладно. Тоже какая-то штука непонятная. Что это такое? Расамама С-36. Взаимодействовать. Вызвать звездолёт. Наш звездолёт и так... Тут. Это, видимо, какой-то пункт. Куда можно вызвать свой звездолёт. Если вы сюда пришли пешком, а он остался, допустим, где-то. Ну, то есть, такой навигатор для автопилота. Позывные какие-то. Жалко, что здесь нельзя как-то, ну, не знаю, взломать всё это по-хорошему. Или по-тихому хотя бы. Ладно. Нельзя так нельзя. Хорошо. Взлетаем. Мы летели куда? На завод, правильно? Так, а это что такое? Ещё какая-то станция. Ух ты, он здесь бегать может. Офигеть. А я и не знал. Прикольно. Как мало человеку надо для счастья, да? Сначала заставить его полтора часа отходить, а потом сказать, что есть кнопка бега. Так, что это за хибара? Уровни температуры сновидируются. Это хорошо. А почему здесь, как всегда, никого нету? Вы выучили слово расы Корвакс? Слово Корвакс. Офигенно. То есть я выучил, по сути, название расы. Такая-то аптечка. А это что? Получил новую технологию. Всё хорошо с этими технологиями, кроме того, что они все занимают слоты. То есть просто тупо всё улучшить не получится. Придётся выбирать. А, кстати, может быть, тут мне что-то скажут новое. Требуется обходной чип. Давайте сделаем обходной чип. Ну, в принципе, он показывает все те же вещи, что и до этого. Может быть, новое убежище какое-то? Убежище 13. Нет, он показывает всё то же, что у нас есть. Хм. Как-то не мотивирует. Ладно. Забавно. Стражи не сканируются. Всё-то мы уже открыли. Ладненько. Идём туда, куда шли. Ещё один важный этап путешествия завершён. Это... Мы прошли 700... 7500... Эх, каких-то единиц. Не знаю, что это за единица. Так, это что за животное? Теперь это урожай защитный. Стражи и силы все. Так, это животное мы знаем, это животное мы знаем. Всё-то мы знаем. Ладно. Тут какой-то... Ух ты! Вот это что-то интересное. Давайте здесь... Сядем на планету. Точнее, на базу. Офигенно. Мы нашли какой-то... Космодром. Какой-то местный локальный космодром. Что это за... За корабли. Блин, сколько кораблей. И все неизвестных рас. А здесь стоит некий... Человек-телевизор. Крайне мере, он так выглядит. Ванпост. Добро пожаловать на галактический рынок. Загрузочный... Загрузочный последний сервинал. Вход в систему выполнен. Ага. Так, вот он нам пишет нашу статистику, которая так нам доступна. Продавайте предметы из своего инвентаря. Покупайте предметы в галактической торговой сети. Хочу посмотреть цены. Так, защищенный осколок. 1 за 411. Защитный лист. Энергетический гель. Господи, сколько всего. Тут изучать и изучать. Ну, смотрите. Лист корита. Это просто лист, который мы делаем из железа. И он стоит... Почти 1000 юн. Слушайте, мне кажется, меня жестко накололи, когда за предзаказ дали 10 тысяч. По-моему, это вообще не деньги. Плутоний. Единица за 49 юн. Реально, блин, это же вообще не деньги. Жесть. Гракракс. Ага. А это что? Вайкинский кинжал. Не. Для чего все это? Кто бы подсказал. Ну, может быть, потом узнаем. А если мы продавать что-то будем? Предмет. Амулет. Не хочу его продавать пока что. Плутоний. Надо делить в уме. Это где-то 40 получается, да? 40 с чем-то. То есть, ну, дешевле. Чем купить. Это хорошо. А то, помню, были игры, где можно было в магазине покупать, тут же продавать или на этом вариться. Ну да. 14 тысяч продать и 17 тысяч купить. Все ясно. Харр... О, у меня кинжал есть? Нет у меня кинжала. Что за ерунда? А, то есть, он показывает, что бы он мог купить, да? Хе-хе. Ну, ладно. Как-то пока непонятно, что мне с этим делать. Давайте поговорим вот с этим вот. Сущность священник Доброс. Сущность священник? Нифига себе. Короче, из всей его речи мы поняли только одно слово. Редкий. Редкий довосток. Я подвожу к электронной... Я подхожу к электронной форме жизни, и она начинает инстинктивно изучать меня с главы Д5. Создание оживленное чирикой, и ты наклоняет голову на бок. Чем дольше она меня изучает, тем больше силикатов. Так не подсказывает мой сканер. Поглощает хранилище ресурсов этой станции. Я даю существу понять, что плохо знаю его народ, и не представляю, как с ним общаться. И в этот момент огниные маски загораются. Дать обычный силикат. Дать необычный. Дать редкий силикат. Кризонит. А у меня есть кризонит. А у меня ничего этого нету, да? Кризонит, платина, гелий, да? Геридий. Ну, будем знать, что если у нас будет что-нибудь из этой херни. Там еще что-то, нифига себе. Нет, я хочу вот эту посканить. Да, я уже посканил. Ну, ладно. Еще надо будет каких-то кризонитов набрать, чтобы дать этому... священнику. Чтобы он понял, что я хороший, добрый чувак. О, как мы перевернулись. Так. Что это все значило? Черт его поймешь, что это значило. Так, ладно. Понимаешь, что если я хочу в ту пещеру, мне надо туда лезть самому, правильно? У тебя знак интереса пропал. Ладно, мы летели на завод. Так, а ну-ка. Напомните мне управление... Так, управление звездолетом. Крен вправо, крен влево, да? Тормоз. Реактивная тяга. Ну, ясно. Интересно, а что вот он этим сканером может сосканить с корабля? Вот я вижу, допустим, монолит редкий. Точнее, не редкий, а этот самый. Инопланетный. Он мне поможет изучить какое-нибудь словечко. Словарного запаса Корвакса. Правда же ведь? Интерфейс Атлас одиноко дрейфует в бесконечной пустоте. Они безмолвны. Они непостижимы осколки древнего целого. Но их след во времени и пространстве формируют нашу жизнь. Они управление, ответ на которое жизнь... Уравнение, точнее, спросите. Через свои монолиты они наделяют пониманием бесконечного смысла своего нашего существования. Простите о помощи с языком. Теперь я знаю больше о единстве Корваксов. Единство. Слово. Одно. Да? Все? Ну, как-то, ребята, блин... Не могу сказать, что я дико впечатлен вашей помощью. Но, наверное, быть неблагодарным тоже не нужно. Или нужно? Так вот, что-то вот это за херня такая. Будто новый кристалл. А может и нет. Где-то я тут видел. О, еще какое-то животное. Так, а это что? Это что? Что это такое? Кризонит. Это то, что они хотели, да? Ага. Очень хорошо. Только мне нужно еще что? Так, этих я всех знаю. Они помечены зелеными. То есть, птички были помечены красными. Как, 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 как мне его... Блин, какая-то непонятная хрень с этими птичками. Ладно. Горе я ученый. Где мой корабль? Я уже просрал свой корабль, пока тут ходил. Так, ладно. Надо, наверное, подзарядить мой корабль. Так, завод. Осталось 16 секунд полета. Ну и что нам с этим заводом будет? Тоже не дадут войти в него. Скажут, недостоин, да? По крайней мере, плутония здесь много. Так, это все известные нам животные. Какое тут все странное на этой планете, если честно. Еще плутония. Нас же впустят? Не впустят. Узнать бы, чей это завод вообще. Корваксов, не корваксов. Мне хочется пока с ними быть на дружественной волне. И что-то мне подсказывает, что если я буду вламываться в их заводы, это будет плохо для бизнеса. Так. Думаю, даже это мы переместим. Потому что плутоний нам нужен постоянно. Так, это что-то новенькое. Это какой-то тираннозавр. Смотрите, сколько у нас новых открытий. А на самом деле здесь немного. Какой-то тираннозавр-птица. Темперамент жертва. Это что значит? Значит, не защищается? А когда на него нападают, закрывает глаза руками и плачет? Что такое темперамент жертва? Мне объясните, люди добрые. Будешь меня атаковать? Не будешь? Не будет. Очень хорошо. Так, вот этот синий кризонит мы соберем. Так. У нас уже 70 штук. Достаточно для того, чтобы дать тому священнику. И он, наверное, посчитал нас клевым пришельцем. Представителем своей расы. Вот вопрос интересный только. Какой мы расы? Тоже не говори, что мы человек. Вот игра называется No Man Sky. Но вот именно что называется No Man. То есть не человеческое небо. Так, не для человека. Что я сюда пришел? Не знаю. Наверное, хотел скинуть Плутоний на корабль. Давайте. Ну, неплохо же. У нас Плутония уже много, да? Отлично. Можем летать. Сколько нам заблагорассудится. Только единственное, надо подзарядить глиродом. Глирода мало. Надо дерево разобрать. Ну вот. Глирода достаточно. Хорошо. Мы посмотрели, что такое завод и ни хрена не поняли. Потому что завод закрыт. А взламывать его не стал. Я, может быть, потом попробую взлом, но на данном этапе не буду. Но потом, когда попробую, конечно, обязательно покажу. Так, что у нас еще есть? Монолит, это понятно. Это всякие напутствия от Атласа. Это, конечно, все интересно. Там еще какой-то комплекс, да? который никак не отмечен. Блин, реально, ребята, у вас тут столько всего интересно, вы даже не отмечаете это все. Давайте здесь сядем, посмотрим. мне кажется, мы сели прямо в чужой космический корабль. Ну, если и так, то он улетел. Так, а здесь нас пустят внутрь или тоже здесь только для своих? О! Супер! Здесь нас пустили. И здесь уже, кстати, другой какой-то чувак, не человек-телевизор. Уровни температуры стабилизируются. Лутоний. Я тут пришел, начал подбирать все на станции, да? Ну, я вся так себя веду в чужих домах. Нормально. Так. Смутность всплеска. Что это значит? Ага. Мне немножко смущает, что понятие сравнить с текущим мультитулом и цена указана. Так, сравнить или купить? Ага. Количество ячеек зависит от мультитула. А у меня нету такого количества денег. Но я думаю, заработать не проблема. Когда есть цель, мы заработаем. Так. Продайте предметы. Вот, допустим, сколько стоит кризонит? Кризонит стоит 6 тысяч за 70 штук. Неплохо. Тут вот какой-то эмерил есть. Который 93 за 25. Откуда у меня все это? Вообще не помню. Да. Инвентарь звездолета. О, смотрите. Плутоний 1000 за 42. Да вообще не проблема будет купить этот тул. Но я это сделаю чуть попозже. Потому что я хочу что? Да черт его знает что я хочу. Хочу посмотреть что здесь есть. О, новая технология еще. Бесплатно что самое интересное это важно. Так, здесь мой корабль. Здесь хз что? Здесь кресло. Так, что это? Просто кошелек. Я просто спер у него 161 юнит, да? Давайте поговорим с ним. Сущность операторы ебнул. Так, мы только одно слово поняли, Корвакс. Радостное приветствие электронной формы жизни вдруг стихает. Она открывает свои персональные данные, огни маски размыкаются, а потом в ее внутренних системах возникает сбой. Столбцы данных показывают, что запас энергии стремительно истощается. Существует смотрит на меня надеясь на мою помощь и медленным отчаянным жестом указывает на собранные мной ресурсы. Дайте необычный изотоп. Дайте обычный изотоп. У меня есть тамий. А музыка такая грустная, как будто он расстроился. Ну, давайте, может быть, у нас есть тамия. Сок у нас тамия. Переместить предметы. Давайте поможем. В смысле? Что это значит? Платином на корабль. А, он должен нам что-то дать, поэтому нам не дадут с ним поговорить. Давайте необычный дадим. мы такие добрые, аж противно. А, он нам за эту технологию дал. Ну, неплохо. Вот такой вариант требуется 20 углерода, чтобы взаимодействовать с ним. Серьезно? Электронная форма жизни отрывается от работы, поднимает голову, фокусирует маску на моем визоре. Существо ждет, что я скажу, хотя, похоже, что ему не терпится вернуться к своему исследованию. Попросить топливо. Попросить о лечении. попросить перезарядить щит. Ладно, нам пока это ничего не нужно, у нас ни щит, ни все, все нормально у нас. А, окей. Тут, кстати, все вот это вот как-то отмечается так интересно, что я потом эти базы хер найду. Ну, ладно, я понял, что рядом с космодромом где-то есть что-то полезное. Вообще, конечно, отношения интересны ко всему этому. Так, там и на корабль вернись. Углерода у нас достаточно. Плутоний. Плутоний я пока пособираю побольше, потому что хочу полетать побольше потом все обязательно монолиты собрать. Мне очень не... Так, 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 на меня стражи напали. ты, зараза. Вот что он на меня напал? Что ему не понравилось, а? Я ведь не хотел так. Я ведь хотел по-доброму. завершен важный этап путешествия, что мы убили парочку стражей, да? Ну, ясно, убийство стражей это негативный опыт. Это не очень хорошо. я понял. Так, давайте зарядим. температура защиты стрессируются. Мы вроде обобрали все с них, да? Блин, я даже не знаю. На меня сейчас будут интересно бычить. уровни температуры стабилизируются. Это вроде не особо. Так, ладно. Вообще я летел не сюда, поэтому давайте поднимемся. Попробуем найти то место, куда я летел. хорошее, конечно. Как же здесь красиво, конечно. Хорошее, конечно, вопрос, как найти то, куда я летел, если здесь постоянно. Ну, что это за место, а? По-моему, куда-то посадил в кусты звездолет, хотел посадить рядом с какой-то станцией. Достаточно странное решение с моей стороны. О! цветочек позначен крестиком. Подлечились. Супер. Цветочек аптечка. Ну, супер, супер, супер. О, какой-то бублик инородный. Ладно, знаете, что-то они как-то не выходят у меня дойти до туда, куда я хочу, все время что-то мне мешает. Но все мои попытки приводят к нахождению еще более интересных всяких находок. Наверное, так эта игра и устроена. температура защиты стабилизируется. Хм, забавно. Ладно, давайте на этом мы прервемся, а уже в следующей серии продолжим мотаться по планете. Может быть, я даже что-то сделаю, чтобы купить новый мультитул. Кстати, такой быстрый взгляд на запасы Плутония. 500, 500, да, я думаю, можно. Можно это будет сделать. Ладно, давайте это в следующей серии. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам нравится. такая вот необычная игра, такая необычная. Да нет, не прохождение, это просто летсплей, да. Так что, спасибо за просмотр, на сегодня все, ждите следующих серий, если вам нравится. Пока-пока. Продолжение следует...